Всем привет! Сегодня я решила с вами поговорить о наболевшей теме. Я считаю, что проблема, которую я сегодня озвучу, она самая главная, самая важная, которая несет огромный отпечаток на всю жизнь наших иммигрантов за границей. Это, в принципе, проблема важная для всех людей, находясь в любой стране. Но здесь, когда ты переезжаешь в другую страну, культуру, менталитет и так далее, с этим сталкивается большинство, практически все. И вот это корень зла, из которого идут все остальные проблемы. В семье, в жизни, зависти какой-то, неустроенность. Какова же проблема, которая правит всеми нашими иммигрантами? В большинстве каждый с этим сталкивается, но не каждый может это пережить, преодолеть и выйти победителем из подобной ситуации. Но этот вопрос рано или поздно встает у всех. Я говорю о реализованности. О чувстве себя. Когда переезжают в другую страну, естественно, мы срываемся. Мы как новый родившийся ребенок, не знаем языка, ничего не знаем, каких-то, может быть, моментов культуры и так далее. Мы абсолютно зависимы от своих родственников новых, турецких. Вот я в Турции даже живу или в каких-то других странах, это не важно. От своего парня либо супруга. Другая история, это когда ты переезжаешь по работе, переезжаешь своей семьей, и у тебя есть какое-то дело. Так как мы говорим о самореализации, то в таких случаях переезда, конечно, эта проблема сама собой ликвидируется. Но когда человек оставил за спиной свое прошлое, перечеркнул все это, начиная с чистого листа, рано или поздно встает вопрос реализации себя. Почему это так важно? Оказалось бы, такие просто высокие слова, все об этом говорят. Казалось бы, сиди дома, там, рожай детей, как многие, зачем едут именно в мусульманские страны восточные или в частности в Турцию. Очень многие этим мотивируются. Я устала быть лошадью, тащить все на себе, я хочу себе такого мужика, чтобы не работать, я хочу заниматься детьми, семьей и так далее. Но я говорю сейчас о том, что я здесь вижу, реальную жизнь, практику, что я здесь встречаю. Ну, по факту, здесь процентов 80 обзаводится семью именно детьми, потомством, рожают, и то, и по двое, и по трое детей. Но становятся ли они от этого счастливыми и реализованными? К сожалению, нет, и большинство нет. Они становятся недовольными своей жизнью. Потому что реализация в семье и в детях – это какой-то промежуточный, допустим, этап, это промежуточная цель. И когда она этого добивается, то есть базовой цели огромной нет. И человек не знает, чем сейчас заниматься. И получается недовольство собой, жизнью, мужем, теми же детьми и так далее. Потому что человек не реализовывается. Он не чувствует себя нужным. Он не чувствует себя успешным. Он не чувствует себя чего-то стоящим, свою ценность не имеет. И рано или поздно все с этим сталкиваются. Мы все переходим этот этап адаптации, когда переезжаем. И в принципе это относится тоже, и когда ты не переезжаешь куда-то, живешь просто в своей стране, реализация себя. Найти, чем ты хочешь заниматься. Реализовывают себя вот наши, я здесь говорю про эмигрантов, наши женщины по-разному. Кто, как. Кто-то находит себя в семье и детях. Семья — это очень хорошая реализация. Но это как психолог сразу скажет, это не реализация себя. Это маленький процент, это часть, это кусочек, это составляющий момент, но не главный. Он не может быть основным. Потому что рано или поздно ваши дети вырастут. Ваша семья, вы должны развиваться как личность. Реализация себя как личности, вот я о чем говорю. Поэтому семья-дети — это промежуточная цель, но она не окончательная. Она не даст вам полного ощущения себя счастливыми. Кто на это рассчитывает? Это для тех, кто только собирается переезжать, что-то находить, переездом к турку, планируют замуж выходить и тому подобное. Я не говорю именно «надо идти работать». Это может быть хобби, это может быть работа, это может быть семья, дети, какое-то дело. Очень многие наши здесь начинают, потому что кто-то не идет на официальную работу, у всех разные причины, документы или еще что-то. Муж против, но это какие-то хобби, например, приносящие деньги. Это стрипня, это производство чего-то, рукоделие, это куча всяких. Сколько сейчас развелось в Инстаграм, откройте поваров, кто делает на заказ всякие торты, какие-то у них там повышение квалификации своей, какие-то там, не знаю, эклеры, наполеоны, птичье молоко, зефир. То, что здесь не хватает, да. Или копченые продукты, рыбу коптят, мясо, сало и все что угодно. Это тоже реализация себя. Чувствовать себя нужно. Ну плюс еще денежку какую-то зарабатывать. У каждого просто реализация – это свое понятие, свой выхлоп какой-то. Почему я за это так топлю? Почему вам надо об этом подумать? Рано или поздно, когда вы адаптируетесь, ваша адаптация закончится, вы поймете, чем мне заниматься. Язык я выучила, правила жизни здесь поняла, детей нарожала, что дальше делать? Станет скучно. И начнется разрушение себя, семьи, грызешка, гнобежка, мужа, давление, и все тебе будет немило и плохо. Потому что я с этим стрелкиваюсь каждый день. Истории вагона – маленькая тележка. Когда люди нереализованные, они себя не любят, они становятся злыми, раздраженными. Себе это признать, конечно, не могут, они ищут проблемы в других людях. В мужа, в семье, в близких своих. Это вот злые всякие комментарии в интернете. Своей жизни нет, пошариться в чей-то чужой, пообсуждать, пообсирать кого. Это же все от безделия, от нереализованности. Когда человек занят, когда он счастлив, когда он чувствует свою значимость, у него нет времени заниматься чем-либо разлагающим. А какие последствия вот этой нереализации? И поверьте, это у каждой второй, которая здесь нереализована, это сразу считывается, ты начинаешь общаться, ты это видишь. Это недовольство жизнью, недовольство страной здесь, мужем, семьей, собой, детьми. Это зависть. Зависть к тем, кто реализовывается. Это зависть тем, у кого что-то лучше. И при этом же у людей не всех возникает, скажем так, мысль, а может, мне чем-то заняться? Они начинают что делать? Резетировать на том, что есть у других людей. Вот, казалось бы, я знаю одну историю, недалеко от меня, скажем так, происходило, но не со мной. Мне знакомая рассказывала. Она перестала общаться с девочкой, которая общалась по соседству, у нее жили несколько лет, они общались, около пяти лет. В итоге они не смогли, как а-ля там, дружбу, ну это, может, какая, говорится, цена такой дружбы, конечно, но все равно нормально, приятельское какое-то общение было. Может быть, не лучшие друзья, но когда-то за границей, помните мои видео о друзьях и всем прочем? Трудно, в принципе, кого-то найти, да, истинного друга, и у себя там в народе нетрудно, да, за границей еще хуже, труднее с этим. Я к тому, что какие-то маломальски хорошие отношения были. Она говорит, я не смогла в итоге, спустя годы этим общаться, потому что у нас, говорит, стал разный уровень. Эта девушка стала, она пошла на работу, она занялась своим делом, так как она не хотела идти на работу, в общем, она придумала, чем заняться. И она с этого начала получать денежку. У них у обоих по двое детей, муж, все в семье в порядке, про реализацию, да. Но просто другая девушка, когда ее дети подросли, пошли в школу, она занялась чем-то. Она пошла на работу, она создала себе работу. И она с этого начала зарабатывать деньги. Они суперогромные, но у мужа она уже деньги не просила. И она уже там как бы как-то не то, что не просила. Она полностью сама себя детей там могла обеспечивать. То есть у них как бы все в порядке в семье было. И муж это очень приветствовал, потому что он видел, как у нее горят глаза, какая она успешная. Она очень молодец, короче, да. А вторая, ее подруга, которая пять лет с ней общалась, у нее такие же дети, все у них абсолютно одинаковое. Она не смогла этого пережить. И по сути у нее были такие же интересы и склонности к тому, чем-то вторая девушка занялась. Но у нее ничего не хватило. Желания, лень, может быть, уверенности в себе начать или ей попроситься в помощь, может быть, вместе что-то начать. Она упустила, короче, этот момент. Она не смогла этого пережить. Потому что она говорит, я чувствовала давление, недовольство. Человек просто, вот вторая девушка при встрече, ну как твоя работа, говорит, вопросы только о моей работе были. Если у меня какое-то поражение или какая-то неудача, всегда что-то трудно открывать. Я прямо, она, а сама, говорит, вижу, что у нее в лице ликует, радуется человек, что у меня неудача какая-то. Она стала мне, говорит, меньше звонить, мы стали меньше общаться, потому что то было просто тяжело и неприятно ее видеть, успешную свою подружку. Начинали-то одинаково все у всех одинаково. У кого-то есть реализованность себя, успешность у кого-то нет. Человек не смог это пережить. Так что вот эти вот моменты нереализованности, не знать, куда себя приткнуть, чем заняться. Вот на мой взгляд, может быть, взгляд психолога, я на это так заостряю внимание, я просто знаю, откуда ноги растут, вот эта вся история. Вот недовольство семьей, мужем, жизнью, собой, миром вот оттуда идут. Если тебе есть чем заняться, тебе это дело приносит удовольствие, кайф, у тебя все будет в порядке. На какие-то просто мелкие шероховатости, которые бывают в принципе в социальной бытовой жизни обычной, ты не будешь обращать внимания, это будет не так важно, ты будешь чем-то занят. Честно скажу здесь, страдают которые от безделья, они занимаются ерундой, саморазрушением. Они себе хуже делают и людям вокруг. Какую историю они послушают, кто с кем-то поругался, перестал общаться, нахамил, нагрубил и так далее, все выходит на вот этой нереализованности себя, нереализованности своих вот этих ресурсов, к низкой самооценке и к ощущению, что я не нужен, не могут люди пристроиться. Семья, дети, да, хорошо, я говорю, повторюсь, это промежуточная цель, точка, не основная. Так что тем, кто планирует сюда переехать или вообще поменять там свою жизнь, или кто занимается сейчас поиском себя по жизни, девочки, мальчики, акцентируйте внимание, чтобы вам было классно, хорошо, вы чувствовали себя нужным. Это может быть и хобби, и семья, и работа, не важно, что это, чтобы вам было хорошо. Потому что если вы будете не окей, не хорошо вам будет, вы будете создавать проблемы себе, сами создавать их, потому что у вас внутри будет негатив, вы собой будете недовольны. И вот девочки, которые планируют переехать, очень классно, если у вас есть, например, работа, на удаленке, не бросайте ее. Вам просто на первое время здесь для адаптации вам нужно будет чем-то заниматься, помимо изучения языка, культуры, там, не знаю, спортом заниматься или еще что-то, это не то. Просто настанет время, когда вы переживете здесь адаптацию, и вам надо будет как-то себя реализовывать. Как вы думаете, почему столько блогеров стало, Турции, заграничных всяких, не открой, куда ни плюнь, каждая вторая, даже с подписчиками 300-500 человек, она блогер. В шапке профиля это написано. Ну, потому что надо чем-то заниматься. Потому что хочется что-то делать. Хочется быть нужным или полезным и так далее. И это хорошо. Как-то люди себя находят. Ну, хотя бы вот так, но не паразитируют, что-то плохое вокруг себя, да, или разрушают свою жизнь, своих близких, мужа, там, пляшу проедают и так далее. Так что те, кто мы только в начале этого пути, я вам скажу, что важно не язык здесь найти, адаптироваться. Важно не потерять себя и реализовать себя, свой потенциал, свои возможности. У меня очень дофига знакомых здесь, которые по удаленке работают со своими странами, с Казахстана, там, с Россией, с Москвой, кто в туризме, кто в продаже, кто там стилем занимается. Я к тому, что, зная там два языка, турецкий, например, русский, английский, да, можно все равно даже, это реализация вот для них есть, да, то есть можно и деньги еще зарабатывать. Надо просто захотеть это делать. А пока вы будете ленивой, унылой какашкой, само к вам ничего не придет, вы счастливым никогда не станете. Когда занимаешься любимым интересным делом, и, скажем так, вокруг тебя и жизнь становится краше, ярче и интересней. Поэтому главная проблема иммигрантов, на мой взгляд, это после адаптации найти себя, пристроиться или хотя бы начать что-то делать, чем я хочу заниматься. Быть нереализованным, это равно быть несчастливым. Это очень важная составляющая счастливой жизни. В любой стране, в любой ситуации. Жду ваших комментариев на эту тему, что вы думаете, особенно те, кто здесь, девчонки, живут, замечаете ли в своих подружках, соседках наших, с СНГ, с кем общаетесь, с русскоговорящими, чем занимаются, как у вас с реализацией, на пути вы ли к этому, как вообще это переживаете. Это вопрос, знаете, проблема такая всплывает позже, когда ты уже энное количество лет поживешь, ты с этой проблемой все равно столкнешься, что ты никуда не денешься. Это нос к носу, никак это не изменить, к сожалению. Жду ваших комментариев на эту тему. Я всегда под видео оставляю свою почту для записи на персональные консультации ко мне по скайпу, как к психологу, и можете присылать ваши истории для рубрики анонимных историй от подписчика. Спасибо за внимание, жду ваши лайки, комментарии. Всем пока.